Средства индивидуальной защиты, специализированная медицинская аппаратура в условиях пандемии для здравоохранения области. Важна любая поддержка. Сковородинская и Свободненская больницы, где на проекте «Сила Сибири» работает компания «Газпром Трансгаз Томск», получили в качестве благотворительной помощи несколько партий оборудования и экипировки. Наталья Гундарева продолжит тему. В конце апреля «Свободный» стал первым городом в области, который пришлось закрыть для въезда и выезда в целях профилактики коронавируса. В районной больнице для заразившихся развернут инфекционный госпиталь на 50 коек, а также провизорный на 100 мест для контактировавших с больными. Для полноценного оказания помощи врачам в первую очередь необходимы средства защиты и другие расходные материалы в неограниченном количестве. Компания «Газпром Трансгаз Томск» – социально направленная компания. И в таких непростых ситуациях, как сейчас у нас с коронавирусом, мы перечислили денежные средства на счет городской больницы «Свободного» и сегодня передали 16 тысяч масс. Еще на подходе у нас передача около 150 одноразовых халатов, потому что мы понимаем, что медики сейчас работают в очень тяжелых условиях. В качестве благотворительной помощи от газовиков больница получила необходимое оборудование и экипировку. Большое количество средств индивидуальной защиты нам позволит обеспечить не только безопасность медицинских работников, но мы выдаем и пациентов к нам поступающим. Поэтому большое спасибо, человеческое большое спасибо за такой вот позыв человечности и понимание нашей трудной ситуации. Я думаю, только все вместе мы можем победить в данном случае коронавирусную инфекцию. Благотворительную помощь также получила и Сковородинская больница еще в 2018 году. В медучреждении вышел из строя компьютерный томограф. Но в условиях пандемии аппарат особенно необходим. С помощью этого метода диагностировать пневмонию можно почти со стопроцентной точностью, отмечают врачи. Благодаря выделенным газовиками средствам на ремонт, компьютерный томограф снова помогает спасать человеческие жизни. Наталья Гундарева, Сергей Селезнев. Вести Амурская область.